Какие возможности и вызовы ждут одну из самых прибыльных отраслей России – рыболовство и рыбообработку в ближайшем будущем? Этот и многие другие вопросы сегодня обсудили представители рыболовецкого сообщества, ученые, политики, эксперты. А перед входом в зал, где проходит пленарное заседание участников 13-го Международного конгресса рыбаков, разбита выставка-экспозиция. Здесь каждый смог увидеть и даже попробовать плоды трудов дальневосточных рыболовов и рыбообработчиков. В данный момент мы представляем нашу продукцию, есть возможность ее продегустировать, то есть продукция рыбная, различная рыба, солянки, изготовленная нашей компанией. Мы представляем здесь возможность ее продегустировать, попробовать участникам, посмотреть, что мы делаем, как делаем. В этом году отраслевое мероприятие выдалось масштабным. Оргкомитет Конгресса зарегистрировал почти 600 участников, представляющих 10 стран мира и 13 регионов Российской Федерации. Организатором, как водится, выступило Федеральное агентство по рыболовству и крупнейшие рыбопромышленные ассоциации и бизнес-объединения. В их числе и Приморские ассоциации, например, Добытчиков Минтая, а также Союз предприятий морекультуры и многие другие. Сами участники уверены, для каждого предприятия в отрасли важно и полезно внедриться в это мероприятие по вполне рациональным соображениям. Чтобы знали о компаниях, чтобы показать, чем занимаются, рассказать о новинках, что нового происходит в отрасли, может, о каких-то проблемах в отрасли, чтобы другие услышали и увидели. 13-й Конгресс рыбаков – мероприятие, безусловно, стратегического значения. А потому на нем выступил в Рио губернатора Приморского края Олег Кожемяка. И именно он поднял болезненную для Приморья проблему – высокую стоимость рыбной продукции. Кроме того, Кожемяка заявил, что будет добиваться сохранения исторического принципа распределения квот для приморских рыбаков. Говорил со знанием дела, предлагал свою помощь в решении вопросов на самом верху. Конечно, должна быть взвешенная политика с долгосрочными перспективами, которая позволяет рыбной отрасли спокойно не, как говорится, находиться во время шторма от берега к берегу, шарахаясь, а идти ровно к намеченным целям, обеспечивая заработные платы рыбаков, обеспечивая жизнь поселков прибрежных. Ну и самый главный вопрос – это обеспечить население доступной рыбой. Конгресс будет продолжаться до вечера пятницы. Впереди участников форума ждут еще две глобальные панельные дискуссии. Последняя станет, пожалуй, наиболее актуальной для Приморья, ведь она напрямую коснется перспектив развития аквакультуры в крае. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.